Просвещение слепотствующих Рассудительный изобретатель, служащего к здравию, искоренитель болезни. Все те, которые изъявляют удивление при всякой малости, делают это по двум причинам. Или по причине крайнего невежества, или с целью показать свое смиренно мудрее, возвеличивают и превозносят дела ближнего. Употреблим усилия не только бороться с демонами, но и нападать на них. Первый иногда не излагает, а иногда не излагается. Последний же всегда преследует врага. 140. Кто победил страсти, тот уязвляет демонов, притворно показывая, что имеет страсти, и тем вводя в обман своих врагов, и оставаясь непреоборимым от них. Некто из братьев потерпел однажды бесчестие, и немало не подвисшись сердцем, помолился умом, и потом начал световать о нанесенном ему бесчестии, притворно, страсти, прикрывая свое бесстрастие. Другие из братьев, вовсе не желавшие председательства, притворялся, что домогается того. Как же изображу тебе непорочность того, кто вошел в блудный дом, по-видимому, ради греха, но блудницу привлек к подвижнической жизни. Еще одному из безмолвников очень рано утром принес кто-то виноградную кисть, а он по выходе, принесшего с какой-то торопливостью, впрочем, без всякого вожделения, съел ягоды, показывая демонам в себе чревоугодника. Другой еще, потеряв несколько прутьев, целый день представлялся скорбящим о том. Но таковым нужно много трезвенности, чтобы, вознамерившись насмеяться над демонами, самим не сделаться их игралищем. Об этих-то, без сомнения, сказал некто, яко лесцы и истины. 2 Коринфянам 6.8 Кто хочет тело свое представить Господу непорочным и сердце-еве чистым, тот да соблюдает негневливость и воздержание, ибо без них весь труд наш бесполезен. Как светлость глаз различна, так и в душе бывает много различных при осенении мысленного солнца. Иное радование возбуждается в душе слезами телесными, иное слезами душевными, иное телесными очами, иное духовными, иное бывает от слышания слова, и иное возникает в душе само собою. Еще иное бывает от безмолвия, а иное от послушания. Сверже всего этого бывает иное радование, которое в восхищении неизреченно и неисповедимо во свете возносит ум ко Христу. Есть добродетели и есть матери добродетелей. Поэтому мудрый преимущественно старается о приобретении последних, и в них учитель наш, сам Бог, действующий собственно своей силою, первым же учат многие. Будем остерегать, чтобы скудость в усложжении себя пищей не восполнять излишеством сна, ибо безрассудным свойственно так делать, как и поступать наоборот. Поступать. Видел я делателей, которые по какому-нибудь случаю делали малое послабление чреву, но вскоре потом эти доблестные подвижники томили бедное чрево всеночным стоянием и приучали его через это впоследствии с радостью отказываться от насыщения. Демон в сребролюбии усиленно борется с нестяжательными. Когда же невозможно одолеть их, тогда в побудительную причину, представляя снабжение нищих, убеждает из невещественных опять стать вещественными. Когда упадаем в духи, непрестанно будем содержать в уме заповедь, данную Господом Петру, прощать согрешающему до седмижды семидесяти раз, ибо давший заповедь эту другому, без сомнений и сам сотворит еще в большей мере. А когда превозносимся, непрестанно будем содержать в уме слово сказавшего, кто исполнит весь закон духовный, согрешит в единой страсти, то есть впадет в высокоумие, кто будет виной во всем. Иные из лукавых и завистливых духов добровольно удаляются от святых, что при безуспешных бранях тем, кого тревожит, не дать случая приобрести венцы. Блаженно миротворцы! Никто не противоречит этому. Но видел я и блаженных вражда-творцев. Двое имели между собой блудную связь, но один из ведущих и благоискусных мужей послужил к возбуждению в них взаимной ненависти, одному клевеща на другого, что злословит его, а та же и второму на первого. И этот мудрый муж человеческой хитрости успел отразить демонскую злобу и произвести ненависть, которую расторгнута блудная связь. 150. Иное ради заповеди нарушает заповедь. Верил я юношей, которые по Богу привязаны были друг к другу, но чтобы не причинить вреда многим и не соблазнить их совести, по взаимному убеждению разлучились на время. Как противоположны между собой брак и погребение, так несообразны гордость и отчаяние. Но вследствие расстройства, производимого демонами, бывает, что вместе увидишь то и другое. Иные из нечистых демонов учат нас в начале иночества толковать божественное писание. Особенно же любят поступать так с сердцами людей тщеславных и преимущественно упражняющихся в мирских науках, что постепенно, обольщая их, вести в ереси и хулы. Это демонское богословие, или лучше сказать, богоборство, можем узнавать по смущении и по неудержимой и неблагопристойной радости, какие ощущаются в душе во время этого толкования. Все твари прияли от Творца чин бытия и начало, а иные и конец. На добродетели положен беспредельный предел. Ибо песнопевец говорит, всякой кончины видел конец. Широка же и беспредельна заповедь Твоя зело. Если некоторые добрые делатели от силы деятельной перейдут в силу созерцания, то любовь ни на чем не останавливается, и Господь сохранит вхождение страха Твоего и исхождение любви Твоей. А из этого следует, что предел любви беспределен, и никогда не пристанем преуспевать в ней ни в настоящем, ни в будущем веке. К свету ведения приемлен новый свет. И хотя утверждаемое мною многим покажется странным, однако же на основании приведенного доказательства не могу сказать, блаженный Отец, чтобы и умные сущности были не приспевающими. Утверждая же напротив того, что и они непрестанно приемлют славу к славе и ведение к ведению. Не дивись, если демоны нередко влагают нам добрые мысли и мысленно им прикословят. Цель врагов наших в этом случае – уверить нас, что знают они и сердечное наше помышление. Не будь строгим судьей тех, которые на словах учат высоко, когда видят, что ленивы они в деятельной жизни. Ибо польза слова часто восполняла скудость дел. Конечно, не все мы в равной мере все приобретаем. У иных слово превосходнее дело, а у других опять последнее превосходнее первого. Бог не творил и не был виновником зла. Поэтому обманулись, утверждавшие, что некоторые страсти естественны в душе, не зная того, что похвальные свойства природы превратили мы в страсти. Например, от природы в нас семя для чадородия, а мы притворили это в блуд. От природы в нас раздражение на змея, а мы обратили то на ближнего. Есть в нас ревность для соревнований в добродетелях, а мы соревнуем во зле. Естественно, душе желание славы, но горней. Естественно, гордиться, но перед демонами. Естественно, также и радость, но о Господе и о благоуспешности ближнего. Получили мы от природы и памят о злобе, но против душевных врагов. Получили и алканье пищи, но без невоздержанности. Душа неленостная восставляет против себя демонов, но с умножением брани умножаются и венцы. Кто не понесет язв от врагов, тот, конечно, не будет и увенчан. А кто при случающихся падениях не изнемогает, того восхвалят ангелы, как доброго воителя. Прибывший три ночи в земли, Иисус Христос восприял жизнь навсегда. Побеждавший три часа, не умрет уже. Если в назидание наше, по смотрению Божьего солнца, по восхождению его в нас, познала запад свой, то без сомнения положил тьму за кровь свой. И была ночь, с которой пройдут и уже к нам удалившиеся прежде дикие львы и все звери полевые тернистых страстей, рыкающие восхитить надежду, какая в нас есть, и взыскать от Бога себе пищу страстей, или в помышлении, или в деятельности. И вот снова во мраке смирения воссияло нам солнце, и звери собрались к себе, и в лаговищах своих легли, то есть в сердцах влосолюбивых, но не в нас. Тогда у демонов скажут, «Возвеличил Господь сотворить с ними милость». А мы скажем им, «Возвеличил Господь сотворить с нами?» Мы веселились, а вы гоним их. Вот Господь сидит на облаке легком, без сомнения, в душе, возвысившееся нас всяким земным вожделением. «И придет во Египет, в сердце прежде омраченное, и потрясутся рукотворенные представления и помышления ума». Исайя 19.1. 160. «Если Христос, хотя и всемогущ, телесно бежит от ирода, то, добразуме отца опрометчивая, не ввергаться в искушение, ибо сказано, «Не дашь посметение ноги твоей, не воздремлет хранящий тебя ангел». К мужеству прививается кичливость, как к кипарису, так называемый смелакс, растение, вьющееся около других дерев. Пусть будет у нас всегдашним занятием не допускать до себя и мысли одной, будто бы приобрели мы что-либо доброе. Поставим же для себя целью во всей точности доискиваться признаков, точно ли есть в нас доброе. И тогда без сомнений усмотрим, сколько мы недостаточны. Ищи в себе непрестанно и признаков страстей, и тогда узнаешь, что много в тебе такого, чего, будучи подвержены этим недугам, не можем распознавать в себе, или по немощи, или по причине глубокого укорения. Бог судит намерения, но в том, что не превышает наших сил человека, любиво взыскует и делание. Велик, кто неопустительно исполняет все, что по силам. Но больше его, кто со смирением простирается и на то, что выше сил. 165. Демоны нередко препятствуют нам делать то, что легче и полезно для нас, побуждают же скорее приниматься за трудное. нахожу, что Иосиф ублажается за отвращение от греха, а не за оказание бесстрастия. Спрашивается, в каких и в скольких грехах отвращение от тех приобретает нам венец. Иное дело отвращаться от тени, а гораздо выше стремиться к солнцу. Помрачение бывает причиной преткновения. Преткновение – падение. А падение – смерти. Омрачившееся от вина отрезвляется нередко водою, а омрачившееся от страстей отрезвляется слезами. Иное дело смущение, иное примешение, иное ослепление. Первое – врачуется воздержанием, второе – безмолвием, а третье – послушанием и Богом, который был послушлив. Взяв для себя, в пример, два заведения, в которых ощущаются долгие вещи, приличным образом представляем себе два учреждения для мудрствующих горния. И белильничные назовем общежитие о Господе, в котором истребляется душевная нечистота, дебилость и безобразие. Красильнее же пусть будет отшельничество для отложивших походливость, памятозлобия и раздражительность. И из общежития, переходящих уже на безмолвие. Иные говорят, что впадаем в одни и те же грехи от недостатка соответственного и соразмерного прежней жизни покаяния. Но спрашивается, всякий ли, не падавший в грехи того же рода, покаялся, как должно? Иные падают в одни и те же грехи, или погрузившись в глубокое забвение прежних грехов, или по сластолюбию представляя Бога человеколюбивым, или отчаявшись в своем спасении? Не знаю. Не будет ли кто порицать меня, когда скажу, что они не могут уже связать врага своего, который властвует над ними силой привычки? Стоит исследование, почему душа, будучи бесплотной, когда приближаются к ней духи, одинаковые с ней по сущности, не видит, какого они свойства? Следствие ли это сопряжение ее с плотью? Это известно единому, связавшему ее с телом. Один сведущий муж спрашивал меня, скажи, желательно знать мне, скажи, какие из духов при совершении нами грехов смиряют ум, и какие возносят его? Поскольку же затруднен был я предложением, и клятвы подтвердил свое неведение, то желавший научиться сам научил меня, сказав, в немногих словах, дав тебе закваску к развлечению духов, доискиваясь от прочего, предоставляя собственному твоему трудолюбию. Дух плотоугодия, дух гневливости, дух человека чревобесия, дух уныния, дух сонливости не имеет как-то обычая возносить рог ума, а дух свебролюбия, любоначалия, многоглаголания и другие очень многие имеют обычай прилагать зло к злу. Поэтому близок к последним и дух осуждения. Если кто из иноков ходил к людям мирским или принимал их у себя, и по разлучению с ними через час или день уязвляется стрелой печали, а не радуется боли, как освободившийся от задерживающей сети, то он сделался игралищем, или тщеславие, или блуда. Прежде всего испытаем, откуда дует ветер, чтобы не натянуть витрил не в ту сторону. Упражняющихся в деятельности старцев, которые изнурили тела свои подвигами, утешаясь любовью, доставляя им малое упокоение, а юных, которые подавили души свои грехами, принуждая воздерживаться, приводя им на память вечные мучения. Числу невозможностей, как говорил я в другом месте, принадлежит вдруг при вступлении виночества стать нам совершенно чистыми от чьего угодия и тщеславия. Но не будем тщеславиться, поборать роскошью, потому что победа над чьего угодием именно в новопоступивших рождает тщеславие. Лучше защитимся против невозможности, для него скудостью, ибо придет час, а для желающих и ныне уже есть, в которых Господь и эту страсть покорит под ноги наши. Юные и престарелые, вступая в виночество, бывают боримы не одними и теми же страстями, потому что часто имеют совершенно противоположные недуги. Поэтому блаженно блаженное смирение, потому что с ним и в юных и престарелых покаяние бывает надежно и сильно. Не смущайся тем, что хочу сказать. Редко, но бывают души правые и не лукавые, чуждые злобы, лицемерия и коварства, которым совершенно противно пребывание с людьми, тогда как при помощи путеводителей из безмолвия, как из пристани, могут они восходить на небо и прибыть непожелавшими и неизведавшими общежительных мятежей и соблазнов. Походливых врачуют люди, лукавых ангелы, а гордых – Бог. И то, может быть, нередко составляет один из видов любви, если посещающему нас ближнему представляем делать, что ему угодно, и во всяком случае оказываем ему все свое благодушие. Спрашивается, в какой мере, когда и точно ли раскаянием уничтожается доброе, так же, как и худое? Много нужно нам иметь рассудительности, чтобы знать, когда, в каких случаях и в какой мере должны мы бороться с тем, что питает страсти. Ибо иногда надо бы признавать для себя за лучшее бежать по немощи, чтобы не умереть. Будем смотреть и наблюдать, а со временем, может быть, и истребим в себе желчь горечью, какие из демонов возносят нас, какие смиряют, какие ожесточают, какие утешают, какие омрачают, какие опять, по-видимому, сообщают нам про священие, какие делают нас недеятельными, какие коварными, какие печальными, и какие веселыми. Не будем дивиться, если увидим, что вначале на иноческом поприще сильнее в нас страсти, нежели в мирской нашей жизни. Ибо должны быть приведены в движение все причины болезней, и потом уже придет к нам здравие, тогда, как, может быть, и не видны были кроющиеся в нас где-нибудь звери, когда близкие к совершенству по какому-либо случаю, в чем-либо неважном, бывают преодолены демонами, тогда пусть употребят все меры, чтобы немедленно вознаградить этого сто крат. Как ветры иногда в тихую погоду возмущают только поверхность моря, а иногда и самую глубину, так представляя себе и в рассуждении темных ветров, потому что в порабощенных страстями возмущают они самое внутреннее сердечное чувство, а в преуспевших уже одну поверхность ума, почему последние скоро начинают ощущать собственную свою тишину, оставшуюся неоскверненную. В совершенном свойственно всегда узнавать, какая мысль в душе и собственного сознания, какая от Бога и какая от демонов, потому что не все противное первоначально внушают нам демоны. Поэтому и вопрос этот подлинно темен. 189. Двумя чувственными очами освещается тело, а мысленные и видимые рассудительности, просветляются сердечные очи. Краткий перечень предыдущих слов Твердая вера Матери отречения от мира Противное ей само собой видно Неколебимая надежда Дверь к беспристрастию Противное ей само собой видно Любовь к Богу Основание странничества Противное само собой видно Подчинение рождается от самоосуждения И желание душевного здравия Воздержание Матерь здравия А Матерь воздержание мысль о смерти И твердое памятование О желчи и уксусе Вкушенных Владыкой и Богом Помощница и основание Целомудрия Безмолвие Угошение плотского рожжения Пост Сопротивник лукавых И скверных помыслов Сокрушение сердца Вера и странничество Смерть в сребролюбию А сострадательность и любовь Предатель тела Неослабная молитва Пагуба унынию А памятование о суде Споспешествует усердию Любовь в бесчестие Вращество от раздражительности А псалмопение Сострадание и нестяжательность Подавление печали Без пристрастия к чувственному Созерцание мысленного Молчание и безмолвие Враги тщеславия Но если идешь средним путем То избери себе бесчестие Видимую гордость Уврачует печальное обстоятельство жизни А невидимый исцелит Только привечно невидимый Олень истребляет всех чувственных гадов А смирение мысленных Посредством всего видимого В природе можем приобретать Ясное понятие о мысленном Как змея не может Совлечь в себя Своей ветхостью Если не вползет В узкую скважину Так и мы не сложим С себя давних предубеждений Душевной ветхости И хитона ветхого человека Если не пойдем путем Тесного и скорбного Поста и бесчестия Как откормленным птицам Невозможно лететь к небу Так и человеку Который угождает Своей плоти Высошая грязь Не привлекательна уже для свиней И в изможденной плоти Нет уже покоя демонам Как большое количество дров Часто подавляет с собой пламень И гасит, производя Очень много дыма Так и чрезмерная печаль Нередко делает душу Как бы чадное и мрачное И иссушает слезные воды Как слепой неискусный стрелок Так спорливый ученик Погибший человек Двадцать Как закаленным железом Можно наострить и незакаленное Так ревностный брат Нередко спасал ленивого Как согреваемые в недре яйца Делаются живородящими Так и необнаруживаемые помыслы Проявляют себя в делах Как кони на бегу Стараются опередить друг друга Так добрая дружина братья Сама себя возбуждает к ревности Как облака закрывают солнце Так лукавые мысли омрачают И губят ум Как выслушавший свой приговор И идущий на казнь Не станет говорить о зрелищах Так истинно плачущий о себе Никогда не станет угождать чреву Как бедные, смотря на царские сокровища Еще более дознают свою бедность Так и душа При чтении сказания Великих добродетелях отцов Без сомнения Делается еще более смиренной В образе мыслей своих Как железо И нехотя повинуется магниту Так усвоившие себе Греховные навыки Насильно преобладаются ими Как масло укращает Волнующееся море Когда бы оно и не хотело Так пост против воли Угашает телесное рожжение Как стесняемый поток воды Устремляется вверх Так нередко душа Стесняемая опасностями Через покаяние Востекала к Богу И спасалась Как того, кто носит с собой ароматы Против воли его Обличает благоухание Так и тот, кто имеет Духа Господня Познается по словам своим И по смирению Как ветры приводят в смятение Бездну Так и раздражительность Всего более Так ищущий себе славы Здесь не насладиться Почестями там Как одна огненная искра Многократно пожигала Большой лес Так бывает, что и одно Доброе дело Заглаждает Множество великих Грехопадений Как без оружия Невозможно истреблять Зверей Так без смирения Невозможно приобрести Негневливость Как по природе Невозможно жить без пищи Тогда самого исхода Своего невозможно Хотя и на мгновение Придаться нерадению Как солнечный луч Пошедший в скважину Освещает все в доме И можно тогда видеть Самые мелкие Летающие пылинки Так и страх Господень Поселивший в сердце Показывает ему Все его грехи Легко ловить раков По тому самому Что ходят они То вперед, то взад Так и душа Которая то смеется То плачет То роскошествует Ничего не может Извлечь в себе польза Как нетрудно Обокрасть сонных Так и тех Которые упражняются В добродетели Близ мира Сорок Как борющийся со львом Едва только уклонит взор Немедленно погибает Так гибнет и борющийся С плотью своей Едва только даст Ей покоя Как восходящая По гнилой лестнице Подвергает себя опасности Так всякая честь Слава и владычество Противоборствует Смиренно мудрию Как голодному Невозможно Не вспоминать О хлебе Так невозможно Спастись тому Кто не памятует Об исходе И суде Как водой Письмена Так слезами Могут Изглаждать Все грехопадения Как иные Письмена За недостатком Воды Изглаждаем Другими Средствами Так есть души У которых Нет слез И они Стирают И сводят С себя Грехи Печалью Воздыханием И продолжительным Сетыванием Как множество Гноя Производит Множество Черевей Так множество Пищи Производит Множество Падений Лукавых Помыслов И сновидений Как тот У кого Связаны Ноги Не может Свободно Ходить Так и Те Которые Копят Деньги Не могут Восходить На небо Как Свежая Рана Удобно Залечивается Так Противно Этому Бывает Застарелыми Душевными Язвами Если Когда Исцеляются Они То Исцеляются С трудом Как Невозможно Ходить Мертвому Так Невозможно Спастись Отчаявшемуся Кто Говорит Что Имеет Правую Веру А между Тем Грешит Тот Подобен Человеку Которого На лице Нет Глаз А Кто Не Имеет Веры Тот Хотя И делает Может Быть Нечто Доброе Подобен Черпающему Воды И Выливающему Ее В худую Бочку Пятьдесят Как Корабль На котором Хороший Кормщий При Божьем Содействии Безбедно Входит В пристань Так И душа У которой Добрый Пастырь Хотя Бы И много Делова Худого Удобно Восходит На небо Как Без Пути Указателя Недолго Сбиться С дороги И тому Кто Весьма Благоразумен Так И тот Кто Своевольно Проходит Иношеский Путь Скоро Погибает Хотя Знает Всю Мирскую Мудрость Если Кто Немощен Телом И впал В тяжкие Грехи То Пусть Идет Путем Смирения И свойственных Тому Добродетелей Ибо Иного Спасения Не Найти Ему Как Страдавшему Продолжительные Болезни Невозможно Получить Здоровье В одно Мгновение Так Невозможно Вдруг Освободиться От Страстей Или От Одной Страсти Во Всякой Страсти И во Всякой Добродетели Имея У себя Указатели И Ее Меры И Узнаешь Свое Приспияние Усерб Терпят Как Те Которые На Золото Выменивают Брения Так И Те Которые Ради Телесного Выставляют На Позор И Разглажают Духовное Скоро Приобретали Многие Отпущения Грехов Но Никто Не Приобретал Скоро Бесстрастия Для Этого Нужны Время И Великое Усердие И Божие Содействие Разыщем Какие Звери И Птицы Стараются Вредить Нам Во Время Посева Какие Во Время Входов И Какие Во Время Жатвы Что Упасает Нам Приличное Орудие Для Ловли Как Больному Горячкой Нет Права Налагать На Себя Руки Так Не Должно Никогда До Самого Последнего Издыхания Приходить В Отчаяние Как Неблагоприлично Тому Кто Похоронил Отца Своего По Возвращении С похорон Точа Свети На Брачный Пир Так Плачущим О Своих Грехопадениях Несвойственно Домогаться В настоящем Веке Чести Или Покоя Или Слава От Людей 60 Страница 320 Ян Вестичник Как Иные Жилища У Граждан А Иные У Осужденных Так Состояние Оплакивающих Вины Своей По Всей Справедливости Должно Быть Отлично От Состояния Невинных Как Воину Который Во время Сражения Получил Тяжелый Ран На Лице Своем Царь Повелевает Не Службу Оставить Но Оказывать Еще Новые Успехи Так Царь Небесный Увенчивает Инока Который Терпит Много Бед От Демонов Чувство Есть Отличительные Свойства Самой Души А Грех Есть Оскорбление Чувства Чувство Производит Или прекращение Или уменьшение Зла Сознание Есть Порождение Совести А Совесть Есть Слово И Обличение Нашего Хранителя Данного Нам Прекрещения Посему Находим Что Непросвещенное Крещением При совершении Худых Дел Не столько Но гораздо Слабее Бывает Уязвляемо В душе Своей Продолжение следует... Продолжение следует...